Значит, вот структура в норме, поперечный срез грудной клетки, да, здесь вот ребра, дальше большая грудная мышца представлена, дальше ткань молочной железы, вот таким красненьким. Желтенькая, это жировая ткань в норме. Разная степень может быть выраженности. Есть железы, где жировой ткани гораздо больше. Это не суть важна. Вот видите, протоки, которые соединяются, выходят к соску. Значит, что чаще всего делается при просто установке импланта, если не выполняется уменьшение молочных желез, так называемая редукционная мамопластика? Делается доступ возле ореолки, вот здесь на коже, только на коже, в этой части делается рассечение. Что я делаю? Я обхожу под кожей вот сюда вниз и дальше проникая под большую грудную мышцу. Это установка снизу. Что дает установка сверху? Когда нам нужно сосково-лиолярный комплекс подтянуть, он иногда после родов низко расположен или анатомические нюансы. Мои пациенты знают, о чем я говорю. И во втором аккаунте, пластик карапетян, вы найдете этих пациентов, когда выполнен верхний доступ и одновременная подтяжка. Так вот, делается верхний доступ, то есть делается доступ, здесь убирается часть кожи для того, чтобы подтянуть вот так сосково-лиолярный комплекс вверх. Дальше под кожей вот здесь проникаем сюда внутрь, под железу вот такой проход и дальше под мышцу. И в конечном итоге имплант устанавливается под большую грудную мышцу. Вот имплант, который на грудной клетке, здесь вот ребра видите, здесь большая грудная мышца, дальше железа, сосково-лиолярный комплекс. Итак, друзья мои, как мы исследуем молочную железу после операции? Показываю, как ставится датчик УЗИ. Фиолетовая ручка это датчик УЗИ. Это кожа. Вот таким образом ставится и таким образом исследуется ткань молочной железы по периметру. То есть сначала УЗИ-врач видит кожу, потом подкожно-жировую клетчатку, потом молочную железу, потом мышцу, а потом имплантант. Логика понятна, откуда мы исследуем? Не наоборот, не со стороны грудной клетки. То есть не изнутри наружу, а снаружи внутрь. Почему я акцентирую на этом внимание и почему я так возбужден? Потому что зачастую встречаю от пациентов фразы о том, что вот УЗИ-врач меня не взяла, сказал у вас импланты и не будет там видно желез. Импланты мешают. Я развожу руками и говорю, это невозможно. УЗИ-врач не может такого сказать. Но когда я уже получил от пациентки из другого региона, она мне по WhatsApp отправила, я здесь убрал фамилию, справку о том, что вот назначено УЗИ молочных желез. Это здесь фамилия пациентки. Диагноз. Имплантанты молочных желез. И дальше записи УЗИ-врача. Посмотрите, пожалуйста. Исследование невозможно из-за имплантов. Я не знаю. Это вот тот момент, когда я развожу руками. Понимаете, да? То есть уровень компетенции. Хотя там город, небольшой город, соседний регион. Ну, я вам показывал, куда ставится датчик УЗИ. Я не знаю, ставил доктор этот датчик УЗИ или нет. Но я понимаю, что, ну, я не знаю. У меня нет объяснений. Это невозможно. И мне важно, чтобы компетенция хотя бы пациентов, простая компетенция, примерно, где стоит имплант, как обследуется, чтобы она соответствовала тому уровню, что если вы столкнулись с этой ситуацией, что доктор говорит, у вас импланты невозможно посмотреть, вы спокойно развернулись, ушли, нашли себе нормального врача. Подчеркиваю, нормального. Потому что любой врач УЗИ диагностики, поставив датчик на любую ткань, послойно видит. Для того, чтобы, для понимания еще УЗИ в принципе как таковое, потому что на первом курсе студенты мединститута учат суть УЗИ. Для того, чтобы доктор не увидел молочную железу под имплантом, если он считает, что она там, то здесь должен быть воздух. Потому что воздух не проникает ультразвук с такой скоростью, как это делают ткани. Вот и все, здесь будет пробел. Для этого, помните, гелем мажут, когда вы делаете УЗИ, мажут гелем, чтобы не было воздуха, и тогда все классно видно. Ну, то есть, ну, логики никакой. В общем, я отказываюсь об этом говорить дальше. Продолжение следует...